Составляющие, то есть насколько мы правильно себя ведем, имеет большое значение. Пожалуй, может быть даже большее значение, чем физиологическая составляющая. Физиологию мы можем подправить. То есть ты будешь продолжать то же самое, да? Лезть в радиацию, например, курить, я не знаю, еще что-то делать, продолжать. Но будешь то же самое получать. Вот. Поэтому нужно менять психику. Иногда. Но для этого нужно такое более глубинное воздействие. Воздействие, дело в том, что психика у нас не здесь. Психика там. Наша психика. Другое дело, что она может работать активно и продуктивно или нет. Значит, ты можешь подправлять и так далее. Дальше ты можешь изменить, будем говорить, образ жизни. Каким образом? Вот у тебя вот этот кластер, как нейрон, у которого синапсы и так далее, связан с очень большим количеством. Тысячи. Тысячи связей, да? И эти связи не всегда благоприятны. Потому что у тебя есть какое-то знакомство, которое тебе там... Слушай, давай покурим, давай таблеточку примем, там еще что-нибудь. Ты, давай, он старше меня на два года. Он, наверное, лучше меня соображает. Ну и понеслось. Я к примеру говорю. Значит, надо упорядочить и, будем говорить, гармонизировать еще информационные связи. Эти информационные связи определяют, по сути дела, ситуацию, в которую ты будешь попадать. Ты управляешь ситуациями. И поэтому, когда мы в зеркалах или с модулями... А модули-то что? Модули-то просто усилитель твоих мыслеформ. Вот у тебя есть мыслеформ, да? А этот кварц, который имеет свойство резонировать и усиливать их, он будет усиливать. В том числе и тонкие, будем говорить, наши посылы, связи с этим кластером. И там будет, о, понятно. Там слабенький был сигнал, а с помощью модуля он усиливался настолько, что там воспринять и начинать на него реагировать. Ты можешь задать, ну, он говорит, ситуацию. Управлять можешь ситуациями. Но это уже высший пилотаж. Но все равно нужно определенное время четко представить себе тот результат, который ты хочешь получить. Лучше всего вообразить его визуально даже. Потому что визуально наиболее мощный идет информационный поток. И ты, когда вошел в состояние в зеркалах, или даже просто с этим модулем, ты вошел с ним в состояние, так сказать, резонанса. И потом ты начинаешь мыслить в определенном направлении. Вот эта мысль пошла в четвертое измерение. И она начинает работать. И через какое-то время вдруг появляются нужные люди, создается нужная ситуация. Что-то отпадает, что-то наоборот притягивается по принципу резонанса. А что-то отпадает, потому что ты сказал, нет, это не мой человек, я не хочу с ним. Пах, и разрывается эта связь. Вот, то есть и модули, и информационные, и вертикальные зеркала, они позволяют управлять ситуациями. Управлять психоэмоциональным состоянием твоим и ситуациями, которые начинают тебе, ну, в зависимости от того, что ты на мысль. Потому что там нету понятий этих «хорошо-плохо». Ты просишь этого, хорошо, на тебе. Дай мне много денег. На. Сделай, чтобы я был белым, и было много воды, да, как в том анекдоте. Негор в пустыне раскопал кувшин, оттуда этот джинн. Говорит, ну, а он умирал от безвожжения и так далее. Вот, давай три желания. Негор подумал, я хочу быть белым, чтобы было много воды, и чтобы красивая женщина была. Хорошо. И он превратился в унитаз в женском туалете. Спасибо. 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 Продолжение следует...